Данная модель ножа была разработана одного из участников, скажем так, одного из любителей ножевого боя в городе Воронеже Алексея. Мы его, скажем так, хорошего знакомого, это была его разработка. Здесь G10 стоит, также мы ставили текстолит. Ну, я не мастер по ножевому бою, поэтому я его единственное, что скопировал. Единственное, мы постараемся с участием Алексея снять ролик, чтобы он показал, как грамотно пользоваться данной штукой. Так, я думаю, нож прошел, нож Берсерк называется, прошел сертификацию, оружием не является, несмотря на то, что в данном случае здесь применена сталь 65Х13, толстая, нержавеющая, G10 монтаж, плюс накатки. То есть, здесь накатка под палец, здесь, там, это вот палец сюда ставится. Ну, в любом случае, это наша новинка, которую для любителей ножевого боя, за подробными консультациями я, наверное, напишу e-mail Алексея, Алексея, чтобы более подробной консультацией по этим ножам, он уже вам, как бы, потребителям говорил. Я все-таки охотник, а ножевым боем не увлекаюсь, просто ножи люблю. Он может быть в любых вариантах, в данном случае, вот здесь, корейская береза рукоять, вот, замотана. Это уже к тому, что нравится. И здесь могут быть разные варианты насечки вот этой. Это вот насечка Алексей, которую давал, это потом, которую мы здесь делали насечку. Первая сертификация ножа, сертификат, он проходил как нож-победитель. Ну, вообще, Алексей, именно его название ножа Берсерк. Он мне объяснял, почему, что, как. Вот это вот с корейской береза стабилизировано. Вот такая вот новая для любителей боевых ножей. Причем, таких боевых, которые оружием не являются. Ну, и также могут быть другие рукоять. Видимо, задумка этого ножа, задумка этого ножа для секущего удара. То есть, потому что секущий удар у него, вот, силой удар. Понятно, что это бумага, но даже небольшое движение с писью рассекает. Ну, вот, наверное, это как-то так. Ну, спасибо. Так что этот нож изобретен не в Ворсме, в Роском Булате. Этот нож изобретен в городе Воронеж, в клубе ножевого боя.